Осколки клинка спрятаны в разных уголках этого мира. Найди их, пускай черный молот перекует клинок, и тогда возвращайся. Ну что ж, нужно найти 7 осколков клинка Армагеддона. Так, нужно жать вот сюда вот, да? Есть в каждой из представленных локаций, кроме одной. Хорошо. Короче, сейчас мы будем тупо обследовать все локации на предмет осколков. Один из осколков находится прямо-таки перед нами. Такие вот дела. Такие вот дела. Используй маску и найди осколки клинка. Ну да, хорошо, я найду осколки клинка. Вон, собственно, первый осколочек. Но, как мы видим, он не видим без маски теней. Собственно, о чем и говорилось. Один из семи обломков клинка Армагеддона. Шесть оставшихся найти. Черт, а теперь она стала материальной. Проблема. Кстати, как нам к нему вернуться-то? Потому что... Ну, он стоит в таком месте, куда я просто физически не заберусь. Ясно, понятно. Вопросов больше нет. Стоп, я там, по-моему, сверху что-то видел. Нет? Или мне показалось? Нет, видимо, мне что-то показалось. Ну, в любом случае, теперь понятно, как можно забраться. Паняша, пойдем со мной. Теперь мы с тобой будем гулять. При свете тьмы и тени. И вообще... Как я мог пропустить это? Паняша, стой! Хотя это, по-моему, теневой. Так, стой, 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 стой. Не гони лошадей, как говорится. Давайте осмотрим здесь еще. Ну, потому что разработчики любят пихать всякую полезную штуку туда, куда не особо поглядишь. Также включим быстренько карту. Это не карта, это карта. И посмотрим, нет ли здесь каких-нибудь таких потаенных уголков. Я их лично не вижу. Соответственно, скорее всего, здесь нету и каких-то других мест, где можно что-то сныкать. Но мы должны бы, по идее, пойти сейчас к Ульгриму, базарить с ним. И мы, наверное, это сделаем. Но впоследствии мы сейчас пойдем дальше по прямой, по локации искать полезные вещи. Итак, тебя ждет последняя битва. Ты мудро поступил, придя к старику Ульгриму. Я тоже так думаю, поэтому давай, Ульгрим, дай мне что-нибудь полезное. У него можно сразу купить сердце ярости. Это круто. Обменять артефакты. Мы получили за это 2000. Везде-то есть самый сильный артефакт. Но мы пока его не видим. Ладно. Что здесь еще есть? Подземные клинки, но они стоят очень дорого. Блин, даже не знаю. Даже не знаю. Дело такое. Прокачать, не прокачать. Только непонятно, почему он на английском, кстати, говорит. Ну окей. Да, давайте. Ну да. Я думаю, теперь мы будем максимально быстро убивать наших врагов. И попутно мы побежали. И это будет, наверное, отчасти самые унизительные и скучные моменты серий. По той причине, что далее мы будем тупо искать все вещи, которые только можем найти. А это еще три осколка брони. И как минимум еще энное количество жизней и ярости. Такие дела. Поэтому дальше, я не знаю. Ну, наверное, в любом случае вам будет интересно узнать, где они находятся. Поэтому всем, кому интересно, прошу на борт с мной смотреть все дела. Ну, а кому не интересно, тех прошу подождать выхода уже более интересных в этом плане для них серий. Вот. Я сейчас не знаю, правда, смогу ли я выбраться таким способом. Я в этом не очень уверен. Вообще не, что там что-то открылось. Ля-ля-ля-ля-ля. А, там можно более простым способом забраться. Ну, не хотят меня пускать тогда. Ну, ладно. Значит, мы вас просто будем бить. Пока. Давно я не встречал этих ребят. Они такие прикольные, когда обижаются на меня. Бамс. Ух ты ж, кихрена, я ее проапгрейдил. Действительно, и это с первой плюхи, считай, я его убил. Не зря апгрейдил. Он, правда, апгрейд дорого и достался, но, блин, он реально стал круче. Намного круче. Так, я, правда, не знаю, честно говоря, как вам сказать. Есть ли здесь... Ох, я даже задумался в своих словах. Есть ли здесь возможность брать некоторые вещи? Ну, наверное, есть. Так, дальше у нас битва с ангелами, да? Ну, видимо, да. Как бы особой разницы нету. Сейчас подпинаем ангелов. Там, кстати, наверх можно забраться. Это плюс... Что мы, собственно, и будем сейчас делать. Пишем ангелочков крыльев. И забираемся наверх. И здесь мы, по идее, не были. Ну, потому что, как минимум, нам было просто не до этого, вроде бы. Вот такие дела. А здесь лежал опыт. Лежал опыт. Что не могло быть неважно для нас. Короче говоря, вообще это для нас важно, но мы почему-то лоханулись и здесь не были. А вот... Теперь что у нас вот здесь? Вот я, к сожалению, не знаю. Сейчас узнаем. К сожалению, на этих локациях можно довольно нехило так заблудиться. Поэтому я сейчас буду блуждать. Предупреждаю заранее. И искать какие-либо нужные мне... Фишечки там, не знаю, еще что-нибудь в этом духе. Знаете, вот тут я вроде бы ничего там наверху не вижу. Поэтому, по идее, там ничего и нету. Так, ну я примерно понял, что мы пришли на арену там, где мы получили паняшу. Паняша что-то вообще не хочет разворачиваться. Хоть убейте. Здесь я не вижу ничего, кроме здоровья. И вроде здесь больше ничего и нету. Ну, остальные двери просто запечатаны. Такие вот дела. Так что просто на выход отсюда. Хорошо, далее. Далее, 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 далее. Давайте не забывать изучать все вот в этом... Видео. Нет, если мы видим в обычном, значит это... Непроблемная точка доступа. Значит, мы можем спокойно ходить здесь и все такое. Так. Не забываем, что мы должны постоянно находиться в мире теней, дабы мы ничего полезного не упустили. Потому что, к сожалению... К сожалению, ребята мои дорогие. Но есть у Дарксайдерса небольшая проблема в моем исполнении, что я могу чего-то, например, не заметить, если оно будет просто-напросто как-то мелькать. Потому что, ну, здоровье я вижу, да, оно большое. А вот какой-то сундук, который будет черным контуром очерчен, где-то стоять, я его могу, наверное, просто не заметить. Поэтому нужно как-то ориентироваться. А это можно сделать только с помощью мира теней. Иного варианта развития событий я, в принципе, не вижу. Да, и смысла особого в нем нет. Ой, я почему-то думал, что там мост. Лоханулся, бывает. Прошу простить, как говорится. Так. На всякий случай, еще раз скажу, что это будут долгие серии. Долгие серии про путешествия, про изучение всех локаций, дабы не упустить тех или иных моментов, мест. Потому что я, к сожалению, уже могу не помнить частично, где я был, где я не был. За что у вас прошу, конечно же, прощения. Так, нет, давайте выйдем сначала. Ага, переключились. И теперь посмотрим. Скорее всего, отсюда мы прошли вот туда. А там что? Что вот здесь? Потому что здесь, по-моему, просто выход, да? Или что здесь? Ну, в общем, я не знаю, что здесь, но здесь куча наших доблестных ребят. Я даже, правда, не знаю, стоит ли на них особо тратить время, но есть некоторое подозрение, что сюда мы не выходили. Или выходили, если это дорога к мосту. Хрен его, короче, знает, честно говоря. В любом случае, порубать парочку ребятишек не помешает. Ну ладно, беги за мной. Я доверяю тебе бежать за мной. Забыл я мало, что коняшку у нас умеет спринтить. Поэтому будем это периодически применять. Куда же мы, собственно, вышли? Потому что я, честно, пока что не могу никак сообразить. Ух ты, войны на... войны на лошадках. Хорошо, но мы тоже на лошадках, поэтому я думаю, что у нас с ними много общего. И у нас может получиться нечто приятное. Например, я вижу, что там я могу разбить какую-то штучку. А еще я вижу где-то неподалеку осколок. Штоп тоже не может меня... Бамс! Фрэш! Шибли! Так, а почему я мечом не могу ударить? Ау! Как-то он меняет довольно сильно бьет, я вам скажу. Это для обычного-то всадника. Да хорош! Все, достал меня. И я его. Делаю тут такое. Так, ладно. Мне нужно теперь слезть с поняшки. Угнать ее просто в стену. И заменить все это дело на... Ага. Мне не нужно все это заменять. У меня все это и так есть. Этим мы ударяем, бьем, разбиваем. Все отлично. И мы видим... Видимый. Видимый, кстати говоря. Без мира теней. Сундучок с яростью. Включаем еще одну ячейку ярости. Что не может меня просто-таки не радовать, потому что... Я люблю, когда у меня повышения или какие-то улучшения, не знаю. Поэтому я всем этим делом очень доволен. Попутно мы продолжаем, конечно же, искать какие-нибудь интересные места. Я отчасти понял, где мы сейчас находимся. Это... То место, где куча, куча, куча башен было. Ну, вы помните, в одной из не так давно выходивших серий они были. Ну, серий 5, по-моему, назад или что-то в этом духе. Есть куча, куча, куча башен, которые... Мы могли по ним путешествовать, но не могли путешествовать по песку. Только сейчас мы находимся, по-моему, с другой стороны от этих башен. Такие вот дела. Ладненько. На той стороне, насколько мне не изменяет память, находится у нас с вами одна штучка, которую я не смог взять в прошлых сериях. Находится она, по-моему, вот тут. Да, вот она. И берется, конечно же, конечно же, с помощью нашей с вами Мира Теней, потому что иначе вы никак не возьмете вот эту вот пакость и не сможете ее, собственно, применить никоим образом. Так как маска уже на нас надета, нам особо не нужно париться. И нам просто нужно, знаете, сделать, где у нас там. вот так вот раз сюда нам нажимаем и точнее вот так раз и вот так, собственно, два. Такие вот дела. Тут все взрывается, все хорошо. Мы снова с вами, ребят, активируем нашу доблестную масочку на всякий случай, на всякий пожарный. И здесь нам показывается еще один осколок. Как ни странно, кстати говоря, но осколок находится где-то здесь наверху. Видимо, становится все понятно, почему нам сделали именно так, что это никак нельзя было достать ранее. Там находился осколок, а мы, соответственно, не должны были его взять. Проблема. Надо было прыгать. А что у меня там прыгать? Черт. Я немножко лоханулся в этом плане, видимо. И после этого он, кстати, не прыгает. Щет. И он, да, видите, замедляется. Так. Это будет долгий день. Твою, серьезно? Серьезно? И это все? Ну, то есть... То есть вот... Черт! Ребят, простите, я не всегда замечаюсь с первого раза, поэтому... Косяк на косяке. Ну, это нормально. Это нормально. И следующий осколок меча. Найти пять оставшихся осколков. Один из семи обломков клинка Армагеддона. Такие вот дела, ребят. Такие вот дела. Ну что, прогуляемся заодно сразу к нашей веселой паучихе-подруге. Насколько помню, мы недалеко от нее, в принципе. Так, лошадка. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А то я тебя знаю. Тебе только дай повеселиться. Она, кстати, довольно странно прыгает иногда. Вот я об этом. Если направить ее чуть-чуть вбок, она будет прыгать все равно прямо. Здесь она, например, иногда и не забирается. Не проще, я не знаю, даже уже вот так, наверное, пробраться, чтобы она меня тупо дотащила до нужного места. Лошадь! Чтоб ты померла, честное слово. Все. Мне надоело с лошадкой бегать. Я проще буду сам забираться туда, куда мне надо. Зря я, конечно, конкретно вот тут вот сейчас спрыгнул. Но суть вы поняли. Здесь я, конечно, проскочу на лошади, но там я буду прыгать уже сам, потому что просто невозможно. Лошадь дико ушла вон отсюда нафиг. Лошадь дико тупит. Направить лошадь и пробежать. Бежим к нашей подруге хорошенькой нашей знакомой. И попутно сейчас там будем доставать нужные нам прелести. Ага, я, конечно, уже направил свою лошадку именно в то место, где. Он чисто под себя так гадит. А мы его все равно убили. Прикольный, кстати, чувачел, а мне понравился с ним, довольно интересно на самом деле. Так, вот сейчас в обычном мире, да? Сейчас опять в этом. Прошел лошадка, извини, но ну тебя нафиг. Так, берем вот эту штучку, РТ. Нет, я сказал РТ, а там снизу ничего нет, да? И РТ, отлично. И знаете, еще самое печальное, мы приходим как бы к самой королеве, то есть напрямую уже. Мне бы на самом деле прийти куда-нибудь более приятное место. Хотя, возможно, не знаю, здесь будет что-нибудь полезное, например. Ну, мало ли. В любом случае надо не переставать изучать различные эти места, потому что иногда, иногда забывают что-то полезненькое, нужненькое и так далее. Так, сюда. Успел. Быстренько. Ай, твою, нельзя что ли менять? Я думаю, можно под маской находиться. Видите, оказывается, нельзя. Сейчас мы проглядим, в принципе, там сверху, я думаю, от отсюда. Поглядим, посмотрим. Вроде бы на первом этаже ничего такого не блестит. И, по-моему, у нас здесь установлены были эти, как они называются-то. Ну, в общем, мы здесь видим все сундуки, которые здесь есть, поэтому, по идее, все будет в этом плане хорошо. так. Выйдем мы отсюда, скорее всего, через воли крема, потому что, ну, не знаю, нет особого смысла здесь шарохаться. Да и долго это все. Да и встречаться с кем-либо из моих друзей веселых мне, честно, не особо охота. поэтому как-то так. Ну, геймплей довольно приятен, интересен, на мой взгляд. Давайте посмотрим, что у нас есть рядом, где находимся, во-первых, мы, находимся здесь и на улице, на улице уже у нас находятся три объекта, три объекта, которые должны нас потрясать в каком-то плане. Так, на третьем этаже ничего, а вот на первом еще один объект есть. Хорошо. Как на первый объект попасть? Агасики. Все, я, собственно, примерно сообразил, где у нас какие объекты есть. Все они проходятся с той стороны. Ну, собственно, как я понимаю, где у нас здесь находится этот обломок. Он же где-то здесь должен находиться? Почему-то он не отображается. хотя должен. В общем, как-то странно. Слушайте, вы мелочь. А не пошли бы вы отсюда нафиг? Что-то у вас здесь больно до хрена, я вам скажу. не, вы реально видите, как вы здесь много, и они еще меня побили, кстати говоря. Так, в мире теней здесь у меня, конечно, ничего не отображается. Здесь бесполезно что-то сейчас искать, потому что сундуки у нас здесь все показаны, и мне нужно просто прийти в то или иное нужное место, оттуда уже. Оказывается, на паучков можно наступать. Прикольно. Тем самым пополняйся здоровью. Не знал, не знал. Случайным образом нажал, вот видите, оказывается, можно. Бамс. Упал я как-то больно низко, но... Будем наступать всем на головы. И самое приятное, они меня в этот момент бить не могут. Ха-ха-ха. Мугагагашеньки. Лучки не ожидали такого и подставы. Вот такие вот дела. Так, стоп. У меня где-то... А, это с той стороны. Это получается с той стороны. Ай, тихо. Да-да-да, я знаю, тупо пополняю за счет здоровья и за счет паучков, но, блин, это прикольно. Сейчас, подождите секундочку. Мне надо сообразить, где эта штука находится. Находится она, по-моему, с той стороны, с выхода. Правда, я пока не понял, как туда забраться, пока что, но сейчас соображу. Такие дела. Пока что мы просто забираемся наверх. Так, вот здесь она находится, да? Да. И что это? Ага, если какие-то наши здоровьица. Ну, ладно, используем. Интересно, есть достижение открыть все, точнее, не открыть, а достать все полезные штучки? Наверное, есть. Так, стоп, а как мне вот сюда попасть? Это перейти сюда и на ту сторону. Ладно, пока не буду заморачиваться. Сейчас попробую просто здесь пройти. И собрать вон ту штучку, которая лежит наверху. Так, да, е-мое, сюда. И перебираемся, перебираемся, перебираемся. Отлично, спускаемся все ниже и ниже. Каждый раз все ниже. А теперь еще сверху нас ждет полезный подарок, который мы можем взять с помощью, насколько я помню, цепи как раз. Что там лежит, я честно не знаю, но надеюсь, что что-то полезное собственно. Только с какой стороны мне это делать? Ага, вот с этой. Извините, лоханулся. Ирте. Ирте. Ох ты ж, нет, здесь что-то, видите, другое. крепкая, живительная эссенция, полностью установили здоровье войны. О, вот это мне понадобится даже, думаю. Возможно, на последнем боссе. Возможно. Многие говорят, что он сложный, многие говорят, что он легкий, поэтому тут бабка на двое сказала, честно говоря. Потому что я надеюсь, я успею допрыгнуть до туда. просто мне очень неохота было пробираться, не знаю, еще раз через все это дело. Так я вроде как и здесь, и все нормально. Так, здесь у меня что-то, что-то есть, но что это и как это достать? Ага, асики. Так, теперь, здесь все, здесь одна, но как мне попасть сюда? Как мне попасть сюда? И самое главное, что там лежит, непонятно. Где сейчас нахожусь я? Почему здесь не отображается, где нахожусь я? Я нахожусь... Ага, все, я понял. Мне нужно сюда, да? Кстати, Вульгрим, друг мой, где ж ты у меня, родимый? Статистика, общее время игры аж 13 часов, получается время битв примерно 3 часа. Всего бесит почти 2000, количество смертей, ну, в общем, да, много чего я натворил за это время. Ага, я походу понял, что это, как это, зачем это, и попробую туда пробраться. Вернусь, как говорится, как только, так сразу. Я прокачал еще раз пожиратели хаоса, переполненная энергия, разрешая ремущая эмость растет. Теперь у меня появилась новая добивающая фишечка. В общем, теперь у нас, по-моему, пожиратель прокачан уже на полную. Да, вот, видите, все, максимальная прокачка пожирателя. Поэтому все хорошо. Так, сейчас мне нужно как-то сообразить, куда мне надо. Что-то я немножко запутался. Потому что здесь я, честно, не помнил. В какую сторону? Да вроде нам здесь больше и делать-то ничего. Ну ладно, возвращаемся обратно. Вульгрима здесь нет, насколько я помню. Он к паукостый. Красавица решил не соваться. Ну, зато мы здесь пробежались и посмотрели, что толком ничего нету. И теперь это точно мы очень знаем. Возможно, я, конечно, пропустил одну броню как раз именно у этой дурынга. Что было бы вообще непростительно на самом деле. Но, если я пропустил одну броню и что-то я застрял здесь. Ладно. в любом случае мы возвращаемся на волю. Что-то в этом духе. Нам вот сюда. черта интересного мы не нашли. Поэтому дело закрыто. Собственно, увидимся, скорее всего, уже в следующей серии, мои дорогие друзья. субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok